Вчера был с боксом Dolce, так как я все напутала, поэтому я решила, сегодня будет все-таки Габриэль. И Габриэль предлагаю сделать с тканью Chanel, потому что вообще бокс Габриэль, он посвящен Coco Chanel. А если брать ДНК бренда, ДНК Chanel модного дома, то там есть много таких деталей. Да, это фурнитура в определенных красивых элементах, да, там такой средневековый где-то стиль, где-то византийский стиль. ДНК – это лекала. Третье такое вот, ну, яркое очень, такой элемент этого ДНК – это использование определенных тканей. И вот одна из таких тканей – это ткань Chanel, я еще называю, это твидовая ткань. И здесь в боксе внутри, вы сейчас увидите, есть матовая фольга. И вот матовая фольга, она позволяет сделать твидовую ткань очень быстро и легко. Потому что если рисовать полностью от начала до конца вручную на ногтях твидовую ткань, это долго. А вот с матовой фольгой – это легко и это быстро. И вот мы сейчас с вами как раз это попробуем сделать. Ну и, понятно, добавим роскошные украшения из этого бокса, они просто восхитительные. И все это будет очень ярко, нарядно. Поехали. Так, сейчас мы с вами перевернем камеру. Так, убираем все от бокса. Умагаем, билет, бокс дольче. И работаем с вами с боксом Габриэль. Итак, бокс традиционно входит в четыре гель-лака. Четыре гель-лака. Сейчас я их покажу поближе. Что-то за четыре гель-лака. Два перламутровых, два эмалевых. Они очень красивые. Многие просят эти цвета оставить в ассортименте, чтобы они были. Но они, правда, очень удачные. Вот они четыре гель-лака. Сейчас я сделаю камеру поближе, чтобы вы качество посмотрели. Ну, очень красивые. Вот этот розовый, бежевый. Они все ходовые. Даже вот синий правильный, бежевый цвет правильный. Это вот такие, знаете, цвета из базового ассортимента, я называю. Это то, что приходится мастерам постоянно докупать, потому что это постоянно заканчивается. Вот это очень популярные вещи. Какую основу мы возьмем для нашей тридовой ткани? Здесь в боксе предлагается три варианта матовой фольги. Это розовый цвет, это вот такой фиолетовый и серый. Почему такой выбор цветов, кстати, матовой фольги? Потому что осень 22-23, да, осень-зима в Шанель, она была, знаете, такой эгидой. Наверное, фиолетового цвета. У них очень много вышло фиолетово-розовой ткани. Вот, поэтому мы решили добавить именно фиолетовый и розовый. Вот, ну, а серый это как база. Это такая база, фон, который может стать прям прекрасным вариантом для ваших украшений. Вот, смотрите, как смотрится серый твид. Да, вот она серая ткань твидовая. Вот, смотрите, как смотрится, да. Ну, это такая база. Как правило, к нему делаются черные ногти. Черные либо серые. Это выглядит просто прекрасно. И вариант, вот, смотрите, с розовой, с фольгой, с фиолетовой. Розово-фиолетовой фольгой тоже вот прекрасно. Посмотрим с вами, как делать твидовую ткань. Понятно, что сюда нужно делать дополнение. Давайте, наверное, возьмем вот этот вариант поярче. И сейчас мы все это будем компоновать. Тут у нас как раз есть два типса. Мы сейчас к ним будем придумывать еще. Как основу в данном случае лучше взять темный цвет гель-лака. И у нас здесь как раз с вами есть в ассортименте темно-синий. Он хорошо как основа подойдет. Так, берем синенький. Берем типсик. Так. Предлагаю сделать не на весь ноготь твид, а сделаем только на пол ноготочка. Поэтому половину мы сейчас вот так вот прокрашиваем. С правой стороны следим за толщиной, чтобы не было лишней толщины. В боксах постарались сделать очень пигментированные гель-лаки. Так, сделали. Сушу. Мы сейчас сначала сделаем саму ткань, а потом уже добавим второй цвет. Ну, здесь, например, второй цвет я предлагаю либо также сделать синим, либо, кстати, розовый хорошо подойдет, да? Надо посмотреть. Так, и теперь берем фольгу. Берем фиолетовую фольгу. Отрезаем кусочек. У Эми огромный ассортимент фольги. Матовая. Не у одной фирмы вы не найдете такой гигантский ассортимент. Потому что первые на рынке вот эту технику с матовой фольгой ввела я. Это было очень много лет назад. Когда-то этот курс еще назывался кракелюр. Я его назвала кракелюр. Мы тогда делали твидовую ткань, кракелюр, трещинки. Ну, там, что мы только с этой матовой фольгой не делали. Сейчас в основном продают только белую и черную все. А у нас есть весь ассортимент. Потому что я тогда закупала такое огромное количество этого добра. Так, на что удобно делать? Так, давайте, наверное, еще и розовый добавим, да? Сейчас я подумаю. Розовый добавлять. Давайте добавим. Потому что твидовая ткань, она как выглядит? Там кусочки разноцветной ткани, ткани, волокна. И все это вот оно переплетается с какими-то вот такими махристыми детальками. И это вот прям всего много-много-много. И она получается такая, знаете, нет конкретного цвета. Делать мы будем с вами на топ-слайдер. Делать мы с вами будем на топ-слайдер. Единственное, я забыла, сколько по времени сушить. Давайте одну минуту. Сейчас проверим, как. Так, одну минуту. Можно фольгу помять перед использованием. Ну, конкретно здесь, если брать твидовую ткань, то вмять не обязательно. Хотя у нас существует очень много техник с этой матовой фольгой. В том числе и абстрактных вариантов, скоростных. И в таком, в этническом стиле. Для пидовой ткани как раз вот мять не обязательно. Фольгу мы не будем ее мять. Так, ждем. Пока мы ждем, смотрите, давайте посмотрим, что у нас входит еще. Сюда-сюда. Так, ну, пролики здесь также добавлены. Это, само собой, страдюшечки. И сами слайдеры. Есть фоновые. Раз, два. У меня просто уже все такие, знаете, порезанные. Три и четыре. Это фоновые. Они плоскостные идут. И украшения. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я что-то думаю, у меня может быть фоновые, а не все. Так, раз, два, три, четыре. Так, а здесь... А, блин, вот четыре. Аж помню, что восемь слайдер. Смотрите. И вот эти вот украшалки. Офигенно. Я все люблю. Сейчас мы выпустили отдельно еще слайдеры. Потому что многие купили бокс, и у них в первую очередь закончились как раз вот эти слайдеры. Три штуки. Вот. Имейте в виду, у них есть свое название. Смотрите. Габриэль номер девять. Банты и цепи. И Куко. Это прям четкое повторение слайдеров из бокса. Вот. Имейте в виду, смотрите. Первый тираж был пущен в продажу в декабре, и он закончился за три дня. Сейчас я попросила, чтобы еще раз допечатали, но это будет последний раз. Потому что это же элементированная коллекция была, бокс. И в виде исключения мы для тех, кто купил этот бокс, сделали сейчас еще отдельно. И вот многие девочки покупали по пять штук сразу у каждого варианта. Поэтому, ну вот, кто любит такое, и у кого клиенты любят, конечно, таким надо запасаться, потому что мы такое нечасто выпускаем, потому что это, знаете, как не общего потребления дизайн. Не для всех. Так, и поехали. Сейчас проверим. Ну да, в принципе, одну минутку достаточно. Как мы проверяем? С обратной стороны смотрите. Если возле отпечатка есть жирная дисперсия, ее много, это значит, вы не досушили топ-слайдер. У меня, в принципе, там кое-где виднеется эта дисперсия, но ее не так много. И матовая фольга, она сплошняком не отпечатывается. Это ее особенность. Она вот такими кусочками будет отпечатываться. Вот, ну, так как мы делаем не абстракцию, а от видовую ткань, нам без разницы, как она отпечатается вообще. Тут как бы интересно, чтобы был виден и фон обязательно. Вот, я люблю, чтобы она просто кусками отпечаталась. И теперь мы начинаем ее царапать. Кто-то царапает ножницами. Ну, например, для меня ножницы царапают слишком тонко. Поэтому я очень люблю брать апельсиновую палочку. Единственное, видите, что апельсиновая палочка какая-то туповатая. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Делать сначала вертикальные линии. Не, нормально этой палочкой апельсиновой. Хаотично. Прошлись пальчиком, излишки собрали. И теперь... И они прям, знаете, такие горизонтальные только линии, а где-то вот местами. То справа, то слева вот такие отрывистые, короткие. Смотрите, мы тем самым, во-первых, попортили саму поверхность фольги. Да, она с такими рваными краями получилась. И теперь вы берете прям по этой же поверхности любую краску, что есть под руками. Под рукой у меня есть импаста белый рафинад. Она как раз густая. Она очень будет сейчас плохо рисовать по этой поверхности. Но мне как раз это и нужно. Она будет такой, знаете, прерывистой линией рисовать. Это будет такой прям вот прикольный эффект. Чтобы прям вот видовая ткань получилась. Ну, обычно мы берем какой-то либо светлый, либо пастельный оттенок краски. Либо, если наоборот, вся фольга была светлая, тогда дорисовывается темным. Ну, вот в данном случае, мне кажется, белый как универсальный подойдет. Так, сейчас я чуть-чуть передвину камеру. И так же пошла. Где-то вертикальные я рисую. А, они, видите, как бы не рисуются. Там же шпальга рваная. Ну, кто-то берет, перекрывает, да, и рисует. Вертикальные, потом горизонтальные линии. Ну, вот, не знаю, мне нравится вот этот эффект. То, что оно вот так вот рвано рисуется. Как раз то, что нужно в твиде. Сам так не нарисуешь, а тут оно само так рисуется. Видите, здесь ткань твидовая. Она очень быстро получается. Прям вот все готово. Это, считайте, фон мы сделали. Сушим. Вот, сушим. И теперь перекрываем все топ-слайдером. Так как у нас в основе бокса лежат только слайдеры, то это основной инструмент, которым мы будем работать. Какой второй цвет мы здесь с вами добавим? Ну, давайте, наверное, все-таки синий возьмем. Вторую половинку сделаем с вами все-таки синий, да? Хотя и розовый хорошо бы подошел. Все, сушим. Сушим, сушим. Так, и предлагаю, какие вариантики возьмем. Ну, во-первых, давайте выберем такое основное украшение, которое у нас будет. Тут брошки всякие у нас есть. Брошечки. Ну, давайте вот, да, вот эту основную брошку возьмем. Вырезать очень аккуратно, нежно. Видите, повредила сейчас. Вот стразик сейчас отвалится. Но это нужно взять аккуратно, точечку теклоса поставить и зафиксировать, если вдруг во время отрезания вы стразы повредили. Стразик, кстати, очень стойкий, хорошо держится. Так, к нему можно добавить полосочку. Как бы такую границу сделать. Можно не добавлять. Сейчас я подумаю. К нему нужно добавить какую-нибудь гирлянду. Видите, делается основное украшение, и к нему какая-нибудь штучка крепится. И к нему что-нибудь крепится. Ну, в принципе, можно эту же штучку и взять рядышком. Если ногти короткие, то, например, одна украшалка идет. Если ногти длинные, то там две стыкуете вместе. Так, все перекрываем топ-слайдером. Можно по границе здесь было бы какой-нибудь шермикончик, ленту приделать. Вот шермикончики, ленты, они, в принципе, у всех есть. Ну, сейчас посмотрим. Я уже просто топ-слайдер нанесла. Здесь просто, видите, вот темненькие эти читаться не будут, потому что фон очень темный. Можно светленькие попробовать. Ну, хотя бы вот здесь вот давайте вначале, что ли, приделаем. Возьмем прям кусочек только. Для этого нам понадобится водичка. Водичка, водичка. Так. Все сделали. И поехали. Начнем, пожалуй, снизу. Давайте так, чтобы точно все поместилось. Ой. У нас первый элемент. Прямо четко по границе мы его кладем. Ниже второй элемент. Видите, когда слайдер чуть-чуть недосушен, 30 секунд, тогда слайдер можно двигать, потому что его здесь штампиком не нанесешь. Обычно просто штампиком очень удобно наносить. Вот, потому что сразу не мешают положить все это наш штампик. Так, и вот так. А, ну, тут все хорошо. И теперь вот эти остатки пленки, которые, видите, везде торчат, не намешают, мы обрабатываем все это ультрабондом. Ультрабонд обязателен. Единственное, я рекомендую ультрабонд использовать отдельно для слайдеров, потому что если этот же бутылек использовать для ногтей, это же грунтовка для искусственных ногтей, для гель-лака, для классики, он может испортиться. Тогда его адгезирующие свойства не будут работать. Поэтому я очень часто рекомендую, когда покупаете новый ультрабонд, для слайдеров куда-то отливать в отдельное место. Либо сразу купить два бутылька, чтобы был один для слайдеров, а один для искусственных ногтей. А потом уже будете, когда докупать, будете один бутылек докупать, половинить его. Смотрите, здесь можно перекрыть, в принципе, все глянцевым топом. Но я вот, например, понимаю, что если я сейчас перекрою матовым топом, там, где твит, будет прикольно. А украшения пусть останутся глянцевые. Как здесь можно поступить? Здесь можно полностью все перекрыть глянцевым сначала топом. А, нельзя так. Ага, точно нельзя. Сначала мы пройдемся матовым, потому что матовый топ на топ без липкости, особенно ультрашайн, ни в коем случае нельзя наносить. Значит, это просто все пленкой обрезит. Поэтому давайте мы так сделаем. Мы сейчас вот там как раз, где-то видовая ткань, сразу нанесем матовый топ. Сушим. И теперь аккуратненько, выборочно с этой стороны сделаем все ультрашайным. Сейчас мы возьмем сразу отдельную писточку, чтобы там, где украшения, пройтись аккуратно. Поэтому сначала берете общую кисточку. Теперь куда-нибудь в отдельное место накладывается топ. И уже сами украшения аккуратненько делаем глянцевыми. Видно, уже матовый топ лучше подчеркнул вот эту твидовую ткань. Мне кажется, прям намного симпатичнее, когда она матовая. Все, сушим. Видите, на весь ноготочек, если делаем, можно в центре сделать украшалочку какую-нибудь. Сейчас я поближе делаю. Так, вот что у нас получилось. Видите, с глянцевым интересней, когда украшения глянцевые, и с матовым интересно, когда сама от видовая ткань, она матовая. Все материалы, которыми я сейчас работала, сейчас повешу обязательно в ссылке внизу под видео, в описании. Вам хороших выходных. Пока-пока.